всем привет добро пожаловать в эфир я прошу прощения мы немножко подождем пока все подключатся всем привет сегодня мы с вами поговорим что важнее любовь к ближнему или молитва и если что-то из этого до важнее то почему всем привет мы подождем пару секунд пока мы все подключимся всем привет подождем друг друга шалом я эль шалом спасибо что все подключается всем привет хорошего вечера всем шалом шалом from brooklyn как у вас там в бруклине дела все закрыли всем шалом всем привет хорошего вечера сегодня мы с вами я еще раз напоминаю мы сегодня с вами поговорим о том что важнее любовь ближнему помощь ближнему или молитва молитва это связь со всевышним это разговор со всевышним да что важнее вот этот разговор со всевышним связь со всевышним или все-таки любовь к ближнему и если что-то из этого до важнее то почему и для начала для того чтобы раскрыть нашу тему вообще молитвы я хочу начать с небольшой такой истории которая вроде как смешная знаете это не было так смешно если не было так печально так вот однажды один богатый человек забрал все свои деньги из кассы в банке которые у него лежали со счета своего банка он забрал все свои деньги и знакомый который узнал об этом он к нему подошел и такой зачем ты это сделал это же надежный банк у тебя деньги стоят на депозите у тебя приличная сумма копает процентов за эти деньги зачем ты забрал свои деньги но тут ничего ему не ответил все пошел нас на свои деньги купил себе драгоценные камни всякие драгоценности и отложил их и через пять дней банк из которого он забрал все свои деньги разоряется не может выплатить детям не может выплатить людям их деньги в общем все в шоке и вот этот вот человек вспоминает что вдруг он забрал все деньги из банка как будто бы он что-то знал он в шоке такой идет к нему и говорит скажи ты что-то знал ты что видишь наперед какие-то вещи что как ты это сделал он говорит ну я просто на прошлой неделе встретил хозяина этого банка он такой да и что он говорит ну я спросил него как дела и он сказал ну хорошо надо молиться надо молиться и я подумала если хозяин банка такой человек говорит что надо молиться значит дела тут не очень хороши и я забрал свои деньги и не прогадал да то есть здесь мы видим в этой истории что зачастую мы молимся когда нам что-то нужно когда вот нас окружают какие-то непонятные обстоятельства какие-то испытания которые нам кажутся да и в этот момент мы сразу же начинаем вспоминать всевышнего и просить у него помощи и поддержки и сегодня мы с вами таки да поговорим про молитву но не только и про любовь к ближнему потому что если вспомнить историю которая была сальто-ребе мы все знаем что такое пост ем кипур правда мы все знаем что ем кипур это судный день где нельзя почти ничего где нужно молиться 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 поститься да и просить у всевышнего прощения так вот именно в этот пост который один из самых важных в году альтер-ребе узнал что в конце их местечко есть роженица который сейчас очень плохо ей нужна там помощь и что делает наш альтер-ребе он не продолжает молитву не продолжает пост он покидает синагогу бежит туда начинает у ее помощник спрашивать что нужно в емкий пур он греет воду он рубит дрова чтобы растопить эту печь он нагреет эту воду и всячески пытается помочь этой роженице и когда она слава богу родила здорового ребенка он спокойно себе вернулся на молитву в емкий пур и вся синагога была просто в шоке мало того что в емкий пур этот святой праведник что он делал рубил дрова грел воду для какой-то роженицы зачем он это сделал и все реально были в шоке как такой великий праведник как такой великий человек мог так сделать и что тогда ответил что тогда ответил альтер-ребе он сказал что как я могу молиться перед всевышним разговаривать с ним когда его ребенку плохо как я могу сейчас думать о себе если кому-то нужна помощь и если я могу сейчас кому-то помочь то конечно мне лучше кому-то помочь использовать свой потенциал а со всевышним поговорить можно и после да вот так вот и таки да мы из этой истории берем что все-таки любовь к ближнему самая важная заповедь и нужно стараться ее выполнять ведь как мы можем служить всевышнему если например мы не уважаем его детей скажем тогда или как например какой пример можно привести мы например говорим человеку я тебя люблю и он грит а моих детей ты любишь но этого не очень потому что он вечно меня бьет но этого потому что он вечно ругается я не очень люблю то есть а тот человек такой как ты можешь любить меня если ты не любишь того кто мне дороже всего да как ты можешь как мы можем любить всевышнего если мы не там не во всем можем проявить терпение если мы не во всем можем проявить свою любовь к его созданием да как мы можем это проявлять и и так Так, есть здесь несколько объяснений того, я вижу, уже очень многие подключились, всем шалом. И есть несколько-несколько объяснений того, почему любовь к ближнему самая важная заповедь, и её нужно выполнять в первую очередь. Это первое, потому что цель молитвы — это возбуждение любви ко Всевышнему. Но как мы можем любить Всевышнего, как мы уже сказали, если мы не любим творение Его, если мы не помогаем Его творению? И так далее. И второе объяснение в молитве, например, в молитве Шмуна Исре, когда мы стоим, мы там говорим «и благослови нас, и весь народ Израиля». То есть мы не говорим «благослови только нас», или «благослови только меня Всевышний», или «благослови только мою семью», «благослови только мой город». Мы говорим «благослови весь народ Израиля», «благослови весь мир», «благослови всех нас». Более того, говорят, что когда мы кого-то благословляем, то нужно говорить и весь народ Израиля, да, то нужно говорить как в общем числе, потому что так Всевышний более прислушивается, да, он как будто бы говорит, ага, значит, ты думаешь обо всех остальных, да, и он как будто бы для всех больше готов прислушаться и прислушаться и дать то, что мы просим. И есть история о Цемахцедыка, третьем любавическом ребе, и он часто обращался, в общем, он очень много-много молился, понятно, как все наши праведные ребы, и он очень часто обращался к душам своих покойных предков, в молитвах именно, да, просил их помочь и так далее. И вот однажды Цемахцедык собрался в синагогу молиться, и по дороге к нему прибежал еврей и говорит, пожалуйста, одолжите мне полтора рубля, мне очень нужно, сейчас базарный день, я хочу себе купить еды на шаббат. И тогда ему ребе сказал, я сейчас не могу, я спешу в синагогу, у меня нет с собой денег, после того, как я помолюсь, я тебе помогу. И, окей, не смог он помочь, и когда он пришел в синагогу, его как будто бы током ударил, он такой, что я сделал, я же ему не помог, я сейчас буду молиться, но у меня нет заслуг. То есть этому человеку нужна сейчас помощь, я ему никак не смог помочь, и при этом я сейчас буду молиться и просить для себя, если я для него, у того, кто у меня просил, ничего не сделал. И сказано, что он даже не начал молитву, он быстро побежал домой, взял деньги, нашел этого человека, которому нужна была помощь, дал ему деньги, тем более он знал, что это базарный день. И в базарный день обычно, да, раскупают самое свежее с самого утра, и поэтому он сразу начал за него переживать, дал ему денег, чтобы тот купил свежие еды на шаббат, и только после этого он пошел молиться. Только после того, как он сделал какое-то праведное, хорошее дело, он смог уже подумать из-за себя. То есть мы можем, конечно, сначала, подожди весь мир, я не буду никому ничего помогать, я сначала для себя помолюсь, чтобы мне было хорошо, и только потом я буду всем остальным помогать. Не-не-не-не, тут нам Тора говорит же о том, что ты сначала про ближнего подумай, ты сначала помоги, сделай какую-то заповедь. Если у тебя стоит вопрос сейчас помолиться или пойти нарубить дров, не знаю, беспомощной женщине, тогда ты там слабой, да, у которой там шесть детей, которая не успевает, тогда ты должен пойти и ей помочь сделать. Если у тебя стоит вопрос сейчас проявить любовь к ближнему, да, проявить какую-то заповедь или помолиться, то как ты можешь молиться эгоистично, да, и не обращать внимания на то, что требует от нас Всевышний. И это очень-очень всем шалом, все, я вижу, уже много подключились, и это очень-очень актуально сейчас к нашей ситуации. Конечно, мы все дома, мы можем очень молиться, да, за себя, за нашу семью, но мы должны не забывать о том, что молитва — это хорошо, наши просьбы ко Всевышнему — это очень хорошо, чтение Таилим — это очень хорошо. Вы знаете, что сказано, что если бы мы знали силу чтения Таилиев, псалмов, мы бы их читали, не останавливаясь. Вот, поэтому нужно не забывать их читать. Так, на чём я остановилась? Нужно не забывать их читать и в первую очередь помогать другим. Не забывать, что если кому-то нужна помощь, то стараться как-то её организовать и только потом думать. Вот, думать о себе нужно всегда в первую очередь, но если стоит вопрос «любовь к ближнему» или «молитва», «разговор со Всевышним», то нужно проявить любовь к ближнему, потому что это и есть любовь ко Всевышнему, да, любовь посредством к любви Его творений. Так, спасибо всем большое, темы всегда попадают именно так, когда именно они актуальны. Всем спасибо за наш сегодняшний эфир. Я, в принципе, и сказала всё, что я хотела, всё, что у меня горело. Спасибо большое всем за эфир, за то, что подключились. Желаю всем здоровья, хорошего вечера, не болейте, берегите друг друга. И пусть всё у нас будет хорошо и только хорошие новости. И чтоб Машиев уже сейчас раскрылся. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»